Для того, чтобы хоть немножко реабилитироваться, я привожу классификацию ООС опухолей мягкой ткани и опухолей костей. Безусловно, эта классификация не совсем патоморфологическая, она клиническая, но обязательно включает в себя гистологические данные. Обращая на нее, мы видим, что это огромное количество разных нозологий. Там, где стоит буковка И в окончании, это несколько различных вариантов гистологических вариантов опухолей. Плюс практически в каждой группе есть доброкачественные варианты, переходные варианты и злокачественные варианты. Обращает на себя внимание, что в эту классификацию включены совершенно разные по прогнозу и по лечению варианты. Безусловно, есть большая разница между лечением джиста и лечением сарком. Точно так же не проще и с классификацией опухолей костей. Огромное количество различных гистологических вариантов. Обращает на себя внимание, что часть нозологических каких-то единиц, она при этом пропадает. У нас есть, например, плазмоцитома солитарная, но нет множественной мейломы. Не включено сюда вторичное поражение костей и костного мозга при лимфоме. Исчезли так называемые доброкачественные псевдоопухоли при различных состояниях, например, при гиперпаратериозе и при гемофилии. Попытка рентгологической классификации, она тоже нисколько не упрощает проблему. Если мы, например, выберем, что у нас есть опухоли, которые вызывают осификацию, я не знаю, насколько правомерно здесь рентгенолог говорит об остеоидном матриксе. Наверное, это все-таки гистологический термин. Но мы можем применить термин матрикс-кальсификации, матрикс-минерализации. И тоже сюда какие только опухоли нельзя отнести. Совершенно разного прогноза, разного лечения и иногда не требующие лечения. Это остеома, остеоид остеомы, остеопокелоз и хондросаркома, ассифицирующая фиброма, остеосаркома. Если говорить, допустим, о флюид-флюид-левел, то то же самое. Оно бывает при совершенно разных заболеваниях. Это и доброкачественные состояния, и злокачественные состояния. При этом мы, наверное, понимаем, что клиницисту важна совершенно другая информация от нас. Да, безусловно, он ориентируется на данные эпидемиологии. Да, он учитывает возраст, когда речь идет о дифференциальной диагностике образования. Безусловно, он учитывает гистологический тип опухоли. Да, какая это опухоль, добрая, злая или промежуточная. Если это добрая опухоль, есть ли у нее какой-то потенциал малигнизации, или она так и останется всегда доброй. Учитывает ее агрессивность и, скажем так, ее пролиферацию. Да, ну и некие данные, которые могут ему предоставить рентгенологи. Да, это размер, это локализация, это ТНМ-стодирование. Мне немножко проще, наверное, чем другим докладчикам. Да, у меня доклад посвящен различным методам лучевой диагностики и тому, что они позволяют увидеть. Если честно, я с трудом представляю, я, ну, учитывая, что рентген, УЗИ, КТ, МРТ, радионуклиной диагностики, я могу все четко относительно структурировать. Как будут из этой ситуации выкручиваться другие докладчики, я с трудом представляю. Вот, ну, если говорить о методах, да, безусловно, метод рентгеновский, он достаточно хорош. И он уже на первичном этапе позволяет зачастую увидеть опухоль и провести дифференциальную диагностику, когда это опухоль костей, а не опухоль мягких тканей. Нам помогают дополнительные методики. Может помочь линейная томография и томосинтез для того, чтобы более четко увидеть структуру переоста, структуру кортикального слоя и тем самым получить некие дополнительные данные, которые нам позволят в дифференциальной диагностике склониться к одному или другому нозологическому заболеванию. Раньше очень часто выполнялась биопсия опухолей под рентгенологическим контролем. Сейчас она, конечно, уступает место больше биопсии под ультразвуковым контролем или под контролем компьютерной томографии. Про ультразвуковую диагностику я много говорить не буду. Об этом гораздо лучше и больше расскажут другие специалисты. Могу сказать только, что метод хорошо показывает себя, когда речь идет об образованиях мягких тканей. Видно инфильтрирующий рост. По каким-то другим признакам можно сказать, злокачественная, например, эластография, злокачественное образование или нет. И, может быть, провести какую-то другую дифференциальную диагностику. Как правило, он полезен, когда речь идет об образовании, которое имеет какой-то мягких ткан и компонент, выходя из кости. Но, наверное, не совсем целесообразно назначать его, когда опухоль локализуется только в кости. Потому что все равно эта область не совсем полезна и хороша для ультразвуковой диагностики. Компьютерная томография. Безусловно, метод, наверное, он может быть полезен и при дифференциальной диагностике опухолей мягких тканей. При дифференциальной диагностике. Но там его возможности ограничены. Вот здесь пример доброкачественного заболевания. Скажем так, это все равно опухолеподобное заболевание. Гемангиома, казабах, мерита. Мы видим мягкотканное образование, оно растет и вдоль плевры, и между ребер, и на диафрагму переходит. Безусловно, у нас есть клинические данные о том, что мы видим, как оно кровоснабжается. У нас есть клинические данные о том, что здесь есть тромбоцитопения. И можем продолжить это заболевание. Но все-таки компьютерная томография в диагностике опухолей мягких тканей достаточно слаба. И уступает здесь ультразвуковой диагностике и магнитно-резонансной томографии. Еще примеры опухолей, которые растут из кости. Здесь, например, рентген. Безусловно, он видит это образование. Но ту же самую деструкцию ребер он видит гораздо хуже, чем ее видит компьютерная томография. А вот уже используя компьютерную томографию, мы можем увидеть что? Увидеть, что эта опухоль, безусловно, разрушает ребра. Видеть, как это разрушение происходит. Есть ли клювеобразные какие-то выросты. Есть ли какой-то матрикс минерализации и кальцификации. Как эта опухоль краснабжается. Насколько она васкулярна. Например, учитывая... Безусловно, мы должны учитывать возраст. Например, если бы такое образование мы увидели бы... Подобное образование мы увидели бы у ребенка более раннего возраста. Не было бы разрушения ребра. И, наоборот, оно бы не было бы воскулярным, да? Можно было бы подозрить на совершенно другое заболевание плевропульмональному властому. Здесь совершенно другая картина в плане воскуляризации. Можем оценить эффективность лечения. Другой пример клинический. Да, остеогенная саркома. Безусловно, это опухоль, которая чаще поражает длинные трубчатые кости, а не плоские кости. Здесь более редкий пример, когда она локализуется в ребре. Выраженный матрикс кальцификации. Ну и в первую очередь, конечно, компьютерную томографию мы все-таки используем для ТНМ-стодирования. И в первую очередь именно для М-стодирования. Да, мы видим первичную опухоль в плечевой кости. Ну и, безусловно, мы смотрим ее отдаленные метастазы в данной ситуации в легкие в плевру. Нужно обязательно обращать внимание на то, как эти метастазы выглядят. Например, для остеогенных сарком очень характерно, что эти метастазы будут тоже включать в себя кальцинаты. Да, вот тоже пример, когда метастазы в лимфатических узлах, в легких, они кальцинированы, обозвеслены. Вот, еще один пример. Мы здесь довольно долго наблюдали за очагами кальцинированными, без всякого мягкотканного компонента по плевре в легких, в печени. И все думали, что же такое, действительно ли это метастазы остеогенной саркомы, или это просто кальцинаты доброкачественные. Пока не увидели в динамике, что эти очажки очень даже хорошо растут в динамике. Тогда у нас никаких сомнений уже не было в том, что это метастазы остеогенной саркомы. Что касается плазмоцитомы и множественной меломы. Здесь хочется сказать о том, что мы очень часто, мы должны помнить о том, что солитарная плазмоцитома, это достаточно редкий все-таки диагноз. И, как правило, даже когда мы думаем о том, что это солитарная плазмоцитома, нам обязательно нужно обращать внимание на другие кости. И мы зачастую и при компьютерной томографии, и радионуклеидных методах диагностики, при ПЭД с глюкозой пропускаем мелкие остеолитические очаги, которые подтверждали бы то, что это множественная мелома, а не солитарная плазмоцитома, а лечение ее будет совершенно другое. И тем самым клиницистам приводим совершенно к другим выводам и к другому прогнозу при неправильном лечении. Что еще? Безусловно, мы компьютерную томографию используем в оценке эффективности лечения. Здесь мы видим метастаз кость. Несмотря на то, что было лекарственное лечение, он продолжает расти. А здесь выполнено оперативное лечение на момент исследования, пока все представляется благополучным. Еще пример. Выявление рецидивов хондросаркома ребра. Довольно характерная картина, когда многоузловое образование, достаточно гиповаскулярное образование. Прооперировали это образование, подтвердили, что это хондросаркома. Через три года мы видим похожее на первичное образование на той же стороне в подмышечной области. Гистологически подтверждено, что это рецидив хондросаркома. Безусловно, мы компьютерную томографию используем для оценки каких-то осложнений лечения. Здесь пример лекарственного лечения остеогенной саркомы. Мы увидели очаги, явно воспалительные они у нас подтверждены. Подтверждено это было и серологически, что это аспергиллез. После лечения мы видим регресс данных очагов. Другой пример, когда первичная опухоль мягких тканей. Да, есть метастазы легкие. Можно было бы подумать о том, что это метастаз с распадом. Но контрастирование нам помогает увидеть, что это инфаркт легкого с распадом, а не метастаз с распадом. Не буду много говорить о биопсии под ката-контролем. Об этом прекрасно расскажет Илья Александрович Буровик. Вот пример о том, насколько мы плохо достаточно видим опухоли мягких тканей. Мы зачастую при КТ даже не можем сказать, есть ли инфильтрирующий рост или нет. Тем более не можем провести какую-то полноценную качественную дифференциальную диагностику. Какое же это образование? Зачастую мы при опухолях костей не всегда можем сказать, что же это за образование. Например, здесь можно было бы думать о том, что это первичная опухоль кости и метастазы в легкие, метастазы в мягкие ткани, метастазы в наддефрагмальные лимфатические узлы. Но гистология другая. Это наоборот аденокарцинома легкого с метастазами в кость и в другие ткани. Резонанс и томография тоже не буду много об этом говорить. Об этом больше рассказывает Владимир Васильевич Гридасов. Безусловно, при МРТ мы, когда речь идет о опухолях в мягких ткани, гораздо лучше можем проводить какую-то дифференциальную диагностику образований. Выявлять регионарное метастазирование. Выявлять регионарное метастазирование. Выявлять переневральные метастазы. Нам помогает МРДиффузия для того, чтобы сравнивать те данные, которые мы видим при тех последовательностях, которые лучше видят структуру тканей. И сравнивать ее с более функциональным изменением. Насколько эти изменения совпадают для того, чтобы подтверждать или опровергать наши мысли о отдаленном метастазировании в кости. Но тоже в МРТ, безусловно, есть определенные пределы. Например, здесь вполне можно было бы думать. И заключение было сделано о том, что это метастаз в подколенный лимфатический узел. Тем не менее, гистология говорит о том, что это уже подморфоз в этой метастазе. Но мы эти данные не можем оценить даже ретроспективно при выполнении магнитализации томографии. Тоже, если говорить о радионуклидной диагностике. Безусловно, мы используем препараты технеции для того, чтобы оценить в целом, есть ли метастазы в кости. И насколько это множественное поражение или нет. Но надо помнить, конечно, о том, что технеции лучше видят бластические изменения. А все-таки, наверное, глюкоза и ПЭД лучше видят литические изменения. Хотя, безусловно, можно применять и те, и другие методы для того, чтобы рефицировать метастазы той или иной группы. Пример экстрасальной остеосаркомы. Не видно связи этой опухоли с костью ни при КТ, ни при МРТ. Но здесь под КТ он прекрасно подходит для того, чтобы выявлять отдаленные метастазы. И в паховые лимфатические узлы, и в легкие, и в плевру. Еще один пример применения радионуклидной диагностики. Есть ситуация, когда нам протезы, которые поставили хирурги, очень сильно затрудняют визуализацию. И при КТ, и при МРТ. Тут может быть помочь нам ультразаковая диагностика, но возможно, что у них есть какие-то пределы. И в этой ситуации радионуклидная диагностика может и подтвердить, что есть рецидив. И оценить его в динамике на фоне проводимого лечения. Поговорю еще немножко о дифференциальной диагностике злокачественных образований с доброкачественными образованиями и воспалительными изменениями. Тут, безусловно, необходимо учитывать эпидемиологию, анамнез. И зачастую необходимо использовать разные, а то и все методы лучевой диагностики. Вот пример. Маленький ребенок. Есть анамнистические данные о том, что не так давно выполнялась вакцина БЦЖ. Да, мы видим при компьютерной томографии остеолитическое образование. Единственное, что нас может быть здесь смущать, что плотность у него практически жидкостная. И в дальнейшем гистология подтверждает о том, что это так называемый холодный абсцесс, что это БЦЖИД скорее, а не опухолевые изменения. Другой пример. Есть злокачественное образование, рак молочной железы. Мы в течение долгого времени видим множественные гиперденсные очаги, которые никак не меняют свою картину. Не видны они также при остеосантографии, не видны они при ПЭД. Но при этом появляется другой очаг, который растет в динамике. Тоже он остеобластический, появляется накопление глюкозы при ПЭД, появляется накопление технеция при остеосантографии. Вот здесь уже речь идет о остеопайкелозе и появлении метастаза в кость на фоне этого остеопайкелоза. Другой пример. Не было у нас никаких особо сомнений о том, что это злокачественное изменение. Рак молочной железы. Единственное, что очень давно он был, этот рак молочной железы, единственное, что смущало, но это образование росло. Оно имело и некий, скажем так, литический и эбластический потенциал. Но гистология нас совершенно удивила. Речь идет о хроническом остеомиелите. Другой пример. Да, при КТ мы видим образование, даже представляется, что оно достаточно воскулярное образование. Да, ну, немножко смущает анамнез, молодой возраст и некие еще анамнистические особенности. Героиновая наркомания. Немножко помогает нам в этой ситуации МРТ. Да, мы видим некое еще жидкостное скопление. Ну, и думаем о том, что может быть все-таки то, что мы видим, это воспалительные изменения, а не опухолевые изменения. Ну, и гистология, она в итоге говорит о том, что это все не опухолевые изменения, а то, что это воспалительные изменения. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.